Слушай, твои ролики редкостная дресня, мне они не нравятся. Ты юный, ты не понимаешь. Я юный, мне уже 16 лет. Ты врёшь, тебе на самом деле нравятся мои ролики. Скажи, что ты врёшь. Я тебе ничего говорить больше не буду. Да чтоб тебя, тогда услышь, что я скажу тебе подписчик. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами я, ментально стабильный и счастливый человек. И да, говорю это всё я без какой-либо иронии или сарказма, я действительно счастлив. Впрочем, это не важно. Сегодня мы с вами подведём некие итоги в истории нашего замечательного главного героя в лице ведьмака Геральта из Ривии. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что отнесли все важные ценные бумаги, найденные на руинах баз Саламандра, которые стали таковыми после нашего визита. Лёва сказал нам зайти побозже, так как на расшифровку требуется определённое время. Что ж, значит, пока что займёмся всякими другими делами. Когда выходим из таверны подышать свежим воздухом, мы застаём странную картину. Нашего товарища Тайлера окружили некие силы во главе с Деветтом, который комплексует насчёт размера своих гениталий. Ведьмак, пора уже показать всем, кто ты. Частный человек или трус? Вредина говорит, что Тайлера снимают с должности, и это приказ самого Фольтеста. Но Лысый же, в свою очередь, отказывается снимать с себя полномочия, так как очевидно, что Фольтест не дебил, чтоб так делать. Ты же не веришь во всю эту чушь, правда? Этот указ подделка. Этот продажный фанатик с крошечным пенисом и ещё меньшим мозгом решил вытурить меня с работы. Заткнись! За это Деветт выносит Челику смертный приговор и просит нас, вы представляете себе, казнить бунтаря прямо сейчас. Очевидно, что я отказываюсь это делать, так как микропенис мне не нравится, уж поверьте, а Тайлер хоть и залупоклый, сынок, в целом нормальный пацанчик. Ты пожалеешь об этом. Пожалеешь, ведьмак. I think not! Мы спасли Тайлера, и после этого решили провести с ним беседу о случившемся. Он подозревает, что что-то совсем в верхах нечисто. На данный момент Фольтес занимается своими делами вдали от престола, и, видимо, кто-то пытается в Изиме навести свои порядки путём подделывания приказов короля. Прежде чем король покинул нас, он оставил мне письмо, которым помещал в Изиму под мою защиту. Видишь? Похоже, настоящее. На время своего отсутствия я наделяю тебя. Верю, что ты умеешь читать. Обрати внимание не только на печать, но и на подпись короля. Понятно. На остальных эдиктах её нет. Печать легко украсть, а вот подпись подделать значительно труднее. Так что очевидно, что все эти бумаги не более чем фальшивка. Лысый же советует нам быть на чеку и держать ушки на макушке. Да уж, какой же здесь всё-таки мрачный и чернушный жестокий мир. Прямо как в Raid Shadow Legends. Raid это абсолютно бесплатная пошаговая коллекционная RPG в стиле Dark Fantasy. В общем, всё, как вы любите. Раньше она была доступна только на мобильных телефонах, но теперь в неё можно погамать и на ПК, благо и там и там можно сидеть с одного аккаунта. А ещё в игре наконец-то стал доступен долгожданный боевой пропуск. Да-да-да, в игре уже запущен первый сезон, во время которого вы сможете выполнять разнообразные задания, получать потрясающие награды, включая бесплатные запасы энергии, рубины, улучшенные наборы артефактов, а также новых эпических и легендарных чемпионов. Но и это ещё не всё. Специально для вас Raid проводит конкурс для всех новичков, что скачает игру по моим ссылкам в описании в период с 1 по 30 марта. Raid разыгрывает 6 айфонов 11 серии среди случайно выбранных участников. Также Raid проведёт розыгрыш специальных призов среди самых прокачанных новичков. Чтобы стать участником конкурса, не забудьте подключить свой аккаунт к Facebook или Plarium ID. Все подробности о конкурсе вы найдёте по ссылке в описании. Качай Raid по моим ссылкам и как новичок получи 100 тысяч серебряных монет, а также эпического чемпиона Йотуда прямо себе в коллекцию. И поторопись, бонусы будут действовать только следующие 30 дней. Удачи и жду тебя в рейде. Вы не поверите, но потихонечку в игре начинает происходить люто-дико-бешеное говно, которое подобно торнадо затягивает в себя ведьмака. К нам подбегает микрочелли, который заявляет, что нас ищет Велерат, мол, случился прикол в виде ограбления банка Вивальди, и поэтому нужны срочно наши скиллы мясника из Блавикена. Конечно, книжному ведьмаку было бы в принципе пофиг на это, но нашему не пофиг. Проклятые скаята Эли грабят банк. Велерат говорит, что на банк напали скаята Эли. Как они туда пробрались, конечно, непонятно, но оно и не важно, ведь они держат заложников. До нас тут начал спасательную операцию Зиквид, правда у них там ничего не получается, и если бы мы не пришли на помощь, то его, скорее всего, затыкали бы мечами или стрелами. Мы вместе с блондинчиком планируем пробраться через задний проход, правда и там мы сталкиваемся лбами с нелюдями. За пылающую розу! Блойдет хойны! Я все еще придерживаюсь нейтралитета, а поэтому хочу пойти на переговоры, чтобы никто не пострадал. Однако принципиальный Зиквид, который против любого сотрудничества с террористами, не хочет идти на компромисс, и поэтому, обижаясь на нас, уходит. Прости, братишка, но я чисто ни за кого. Мы встречаем зачинщика ограбления, негодника Яевина, который мигом начинает лечить над своими речами, и что они сами не хотят какого-либо компромисса, и хотим мы этого или нет, но сейчас нам придется выбирать. Ты ожидаешь от них благодарности? Ты ждешь, что они отзовут псов и перестанут кидать в тебя камнями? При первой же возможности они тебя убьют без жалости. Мне уже сегодня прочли лекцию про войну и выживание раз. Скажем так, я не хочу в это вмешиваться. А-а-а, твой знаменитый нейтралитет. Уже поздно, не надо было входить в банк. Либо мы за нелюдей, либо за людей. Никакой золотой середины или варианта посмотреть результаты опроса. Ну, писюн с вами, тогда я вас перережу и окажусь прав. Ты предатель и глупец. Услышав о моих добрых намерениях, к нам мигом же спустился Зиквид, и по-братски пожав друг другу члены, мы начали за рук. После драки мы обнаруживаем дыру, через которую сюда пробрались нелюди, и спустившись в нее, понимаем, что эти дебилы сюда пробрались именно благодаря нам. Ну, вы помните, как я помогал им якобы искать руины и древние артефакты, ага. Ну и как после этого им доверять? Я не понимаю. Добиваем недобитков и ловим от Зигги благодарности и прочие приятности. Кажется, он сбежал. Но мы прогнали его из банка. Спасибо за помощь. Как я могу тебе помочь? Хочу пиццы. Как видите, наш ведьмачелло молодца. Кстати, я все же решил замутить роман с Шаней и принес ей колечко на пальчик. Та вся такая благодарная взяла и дала нам. Еще раз. Геральт, не надо разговоров. Я хочу пиццы. Конечно, я это все делал не ради секса, но все равно приятно. Пора бы уже узнать, что там у Левы Виноградного с его расшифровками. Что ты узнал из этих бумаг? Таргаш говорит нам, что они все расшифровали и теперь планируют устроить облаву на еще одно место обитания Саламатр, которое находится в купеческом квартале. Однако сейчас в городе происходит военное положение и пути к этой самой конспиративной базе закрыты. Странно, да? В этом нам поможет один из людей Левы, который мимикрирует под офицера. С помощью кодовой фразы мы должны вычислить его и узнать, как добраться до нужного района. Пау раз я, конечно, нарвался не на тех людей. Лили еще не охватило пламя. Подожди, ты что, меня проверяешь? Эй, ребята, у нас тут провокатор образовался. Лили еще не охватило пламя. Чего ты там бормочешь, выродок? Иди доставай кого-нибудь еще. Но мне все равно удалось найти нужного персонажа. Ночью этот молодой человек помогает нам пробраться через канализации в нужное нам место. И уже там мы находим нехорошую квартирку. Правда, увидел я там нечто необычное. Минуточку. Минуточку. Поспеши! Ну, для начала, Акхай ала Амбракур! У нас есть картинка, но расплывчатая. Сегодня мы можем и не связаться с реданцем, спокойно. Кристалл нагревается. Я поддержу магическую связь. Получилось! У нас есть картинка! Без радости приветствую вас, Джангманы. Хватит формальностей. Чего тебе нужно? Наши военные базы вокруг Вазимы уничтожены. Наверное, это все нельфгардские шпионы. Значит, вы по уши в дерьме. Причем тут... Ваше Величество, нам нужна финансовая поддержка. А с чего бы мне вам помогать? Наши общие знакомые. Мы работаем на людей, которые тесно с вами связаны. Верно ты узнешь, что я с ума сошел? Но... Ваше... Это ты с ума сошел? Все эти эксперименты, сделки с Фиштехом... Тише! Я не буду тебе помогать! В коридоре! Всех рубим на форшмак и болтаем с личностью из зеркала. Браво, очень впечатляет. Я уж было испугался, что они начнут молить о пощаде. А ведь это так скучно. А ведь нет. Повеселили меня на славу. Ты кто такой? Этот некоторый родовид свирепый. И ведет он себя очень таинственно и скрытно, не говоря, кто он есть на самом деле. Правда, с помощью камешкова магического мы с легкостью сможем узнать, где он сидит и чем занимается. Однако и на этом странности не кончаются. На улице мы подмечаем огромную мохнатую тушу, бегающую по крышам и грызущую негодяев. Мы, кстати, тоже не промах и убиваем писающего парнишку. В любом случае, наша основная цель – это страшный монстр, который может быть опасен для гражданских. Мы его пытаемся поймать, но в итоге тот ловит нас, и внезапно случается разговор, в ходе которого мы узнаем, что этот монстр – это... Геральт. Ты знаешь меня, оборотень? Это я, Ведьмак. Винсент. Капитан Винсент. Ой, ёптвою. Оказывается, возлюбленный куртизанки Кармен – это Винсент, и именно его она хотела расколдовать. Сейчас же происходит диалог, в ходе которого оборотень в погонах пытается доказать, что он полностью контролирует себя и использует свои потусторонние силы чисто ради охоты на бандитов, саламандр и прочую шалупонь. Я тебя прикрывал. Эти идиоты даже не выбрались из канализации. Ты ждёшь от меня благодарности? Чем благодарить? Лучше расскажи мне, что ты там узнал. Родовит говорил с саламандрами через телепроекцию. Родовит, этот Выскочка, король Ридании, не знал, что у них есть такая поддержка. У них её нет. Он отказался, но у них точно есть какие-то общие друзья. Конечно, мы можем убить его сейчас, разработчики дают нам такой выбор, но Гербельд всё-таки не убивает разумных чудищ. Однако, он всё равно беспокоится, что однажды Винсент не сможет себя контролировать. Мы его отпускаем, а сами в попытках выбраться отсюда обнаруживаем тайное логово мента. Укрытие оборотня Винсента. Он что, решил, что он супергерой? Так, ну теперь надо бы уже разобраться с тем, что за фигня тут происходит. В первую очередь я иду Кармен. Говорим ей, что знаем всё о Винсенте, и что алкаш вовсе не собирается его убивать, а даже совсем наоборот, мы поможем его излечить. Вспоминаем все методы лечения, которые узнали от Иерафанта, и потихоньку пробуем их на практике. Для начала мы просим Кармен надеть на Винсент рубашку из собачьей петрушки и проходить в ней всю ночь. Спасибо тебе, ведьмак. Я сейчас же начну шить. В следующий день спрашиваем Кармен об успехах, и так говорит, что не сработало. Нет, это было ужасно. Изменение наступило, как только на небе появился месяц. Винсент порвал рубашку и убежал. Далее мы вспоминаем, что Минтиару может излечить особое зелье. Его, само собой, может изготовить Калькштейн, плюс он всё ещё благодарен нам за помощь и доверие. Я как-то сделал зелье, которое превратило женщину в ястреба, но я её после этого не видел. Правда, самим зельем вышла некоторая накладочка. Всё готово, но он может не сработать. Милс Дарренер применит его на свой страх и риск. Чтоб смесь подействовала, надо туда добавить слезу нашей девственницы. Подожди минутку. Ты ничего не говорил про девственницу. Ты рассказал мне о молодой девушке. Я решил, что они с оборотнем ещё не поженились. Боже мой, Калькштейн, тебе надо почаще выбираться из лаборатории. Ну где я найду девственницу? Слеза девственницы абсолютно необходима. Успехов в поисках. Вы не поверите, но слезу девственности мы находим с лёгкостью либо у послушницы в лечебнице лебеды, либо у Зигфрида. Скажи мне, Зигфрид, а сам-то ты дал обед безбрачия? Да, а что? Это очень деликатный вопрос. Мне нужны слёзы девственницы, чтобы излечить кое-кого от ликантропии. Воистину благородное дело. Даём чудо-напиток Кармен, однако на следующий день узнаём, что зелье всё равно не помогло. Нет, ведьмак, оно не помогло, совсем не помогло. И тогда остаётся последний вариант, а именно то, что мужика может излечить чистая и искренняя любовь. Я знаю, он меня не любит. Иногда, когда он злится, он называет меня грязной шлюхой. Я знаю, я шлюха, но для него я могу стать приличной девушкой. По праздникам я буду ходить в церковь, в светлом платье. Чёрт, я даже научусь вышивать. Иди к нему и скажи, что ты его любишь. Расскажи, как ты пыталась вылечить его. Если он только не последняя свинья, он должен это оценить. А чтобы данный вариант сработал наверняка, мы выводим Винсента на чисто мужицкий разговор. Ведьмак-детектив превращается в ведьмака-психоаналитика. В двух словах. Кармен не нравится, что ты оборотень. О чём ты говоришь? Это же не от меня зависит. Я могу снять проклятие, но ты должен этого хотеть. Ты хочешь быть с Кармен? Ведьмак. Ты готов пожертвовать силой и сверхчеловеческими способностями ради любви. Которые я использую для борьбы со злом. И с которыми когда-нибудь не сумеешь совладать. У тебя всё ещё есть выбор. Подумай. Я подумаю над этим, ведьмак. В это сложно поверить, но любовь сработала. Винсент более не оборотень, он здоровый человек, который по-настоящему любит. Нет, это ещё не всё. Я не нашла в нашей постели шерсти. Может быть, я не хочу сглазить, но может быть, теперь всё будет хорошо, ведьмак. Рад это слышать. Настоящая любовь творит чудеса. Всё больше игра удивляет. Вроде бы в таком циничном, жестоком и колхозном фэнтези есть место для милых и приятных эпизодов, которые волей-неволей вызовут улыбку и приятные эмоции. Идем далее. Мы относим магический камень, найденный рядом с зеркалом от Билайн, и просим Трис что-нибудь с этим камнем сделать. Это телекоммуникатор. Он сохраняет следы всех передач. Ты можешь говорить попроще? Я просто ведьмак, между прочим. Если нам повезёт, мы сможем узнать, где находится убежище Саламандр. Он позволяет общаться на относительно коротких дистанциях. Если Саламандры использовали его, чтобы связаться с базой, мы сможем их локализовать. На коротких дистанциях? Интересно. Можешь проверить последний контакт? Чародейка заявляет, что ей удалось узнать нечто неожиданное. Этот самый родовид свирепый сейчас в купеческом квартале, и она даже смогла отследить, где он именно сидит-пердит. Находим хату, входим, как положено, по блатному, и ведем светскую беседу. Я рад, что ты нашел мое убежище. Трис Мерригольд помогла, я прав? Ты знаешь Трис? Лично нет. Но я знаю Филиппу Эйльхард. А это все равно, что знать всех чародеек. Мы беседуем о всяком, и большинство слов вода. Но главные выводы, это то, что он не связан с Саламандрами. Хочет замутить с принцессой Адой, поэтому просит нас не крутить Шуры-Муры с Рыжиляровой. Надеюсь, этот разговор останется между нами. И еще одно. Я знаю, что Адда тобой увлечена. Надеюсь, ты не станешь вмешиваться в планы Редании, касательно укрепления династий. И что он король Редании. Какой сюрприз. Не бойся, король. Я не стану вмешиваться. Будешь в Редании, жду тебя при дворе. Прощай, ведьмак. Уверен, мы с ним еще встретимся. А пока что идем, доложим обо всем Леве Виноградному. Рад тебя видеть, ведьмак. У нас есть новости о Саламандрах. Пора бы уже нанести окончательный и мощный удар по негодяям. Но мы не сможем сделать этого в одиночку. А поэтому необходимо позвать на помощь одну из нейтральных главным событий сторон. У Саламандр есть влиятельный покровитель. Нам не удалось уговорить ни городские власти, ни военных заняться ими. В нашем случае это либо нелюди, либо Орден Вечного Огня. А поскольку в банке мы помогли Зикреду, то думаю, наш выбор очевиден. У меня есть к тебе предложение. Хочешь присоединиться ко мне в борьбе против Саламандра? Интересная мысль. Но как? У меня есть довольно могущественные друзья. Они знают, как уничтожить эту организацию. Меня пытаются вовлечь в какой-то политический заговор? Зигфрид, мы столько всего пережили вместе. Ты доверился мне в банке. Хорошо. Детали. На пути к месту встречи случается ужас. Винсент находит нас и говорит, что тут готовится покушение на жизнь ревийца. И что он поможет защититься, так как мы нормальный мужик. Здесь вот-вот будут Саламандры. Значит, я их встречу. Бегите. Ты обо мне плохо думаешь, если решил, что я оставлю тебя здесь одного. Я так и знал, что ты будешь драться. Мои люди готовы. Они вызвались добровольцами. Городская стража? Откуда вы? Не только у вас информаторы в армии. Итак, Винсент, зря ты сдружился с Ведьмаком. Плюс за это мы ловим очередные трули последствий от наших действий Экспириенс. Крутой легавый, шлюха из бедняцкого квартала и настоящая любовь. Любовь, разрушающая проклятие оборотня. Как в сказке. В мире, где правит презрение и сволочь. В мире, полном бандитов и убийц. Чувства могут творить чудеса. И поэтому стоит бороться. Как в сказке. И вот вроде бы все в сборе. Все классно. Сасно. Ведьмак Геральт, мы ждали тебя. Решили что-нибудь? Орден Пылающей Розы, судя по всему, готов к сотрудничеству. Конечно. Мы избавим Визиму от этого зла раз и навсегда. Но тут вдруг врывается микрочлен Деветт и хочет нарушить наши планы. Ууу, негодяй. Это Деветт. Проклятый монах. Позор на наш орден. Он следил за мной, подлец. Зигфрид, я знаю, что ты связался с этой ведьмой. Тебе конец. Клянусь честью. Трис, ты можешь перенести нас прямо сейчас? Сейчас? Идиотская идея. Это может быть наш последний шанс. Алкхимбак Хакхара! Я знал одного рыцаря, который сварился в суп. Внутри своих доспехов во время телепортации. Суп? Может, ээээ... Дарк Хамбра Дерх Адриан! Мы телепортируемся в логово Саламандр и, убивая всех подряд, пытаемся найти Зигфрида. Ведьмак, у нас больше нет времени! Зигфрид, ты здесь. Быстро, мы должны открыть ворота и впустить рыцарей. Где Трис? Исчезла, наверное, телепортировалась. Но перед этим она наложила на тебя щит Алзура. Открываем портал, через который заходят наши доблестные ребята. И вместе с ними устраиваем такую мощную резню, что Ютуб спокойно может закинуть данному ролику значок 21+. Шучу, не надо, я уже устал сидеть и ждать по 2-3 дня результаты апелляции. Сталкиваемся лицом к лицу с двумя старыми знакомыми. Белый Волк, мы ждали тебя. Вижу, все уже собрались. Хорошо, решим все сразу. Признаюсь, там на болотах я тебя недооценил. Но теперь ситуация другая. На этот раз ты ничем не сможешь меня удивить. Я тебе уже говорил, ты не сможешь меня удивить. А теперь умри. Но неожиданно срабатывает щит Алзура, который на нас наложила Трис, прочитав книгу из башни Алзура. На болотах у Еведа не выдержали нервы. Он мог меня убить и забрать книгу заклинаний. Но поджал хвост и убежал. Щит Алзура подействовал великолепно. Евед смылся, но оставил профессора. В следующий раз ему не уйти. Ну что, готовы к мести? Профессор загнан в угол и ничего не может сделать. Он беспомощен. Хотя все равно пытается умничать перед смертью. Признаюсь честно, мне казалось, наша следующая встреча будет другой. Твоя искусственно продленная жизнь очень скоро закончится. Ну еще какой-нибудь чушь скажешь, профессор Рок? Им не удалось избавить вас от эмоций. Мутация не закончена на сто процентов. Вы должны были ходить по миру и уничтожать нечисть, а не делать выводы, рассуждать или сомневаться. Вы уже неэффективны. Мы оба это знаем. Ой, ты мне надоел. Ты победил. Что ж, иди. Твои бесценные сокровища тебя ждут. Ты получил, что хотел. Пощадишь? Попытка не пытка. Ты умеешь отбивать стрелы? Как обычно, все идет в весьма хаотичном ключе, а наши дебилы падают вниз в логово Кикимор, которых саламандры типа подчинили себе. Правда, матка Кикимор не согласна с данным положением вещей и поэтому жрет профессора заживо. Видимо, она сыроед. С помощью хитрости и капельки магии наш главный герой обваливает все логово чудовищ, тем самым убивая мамашу хитинистых, а заодно лутаем важные бумаги очкарика, из которых узнаем, что дебики снова пытались схватить Альвина, но тот юзанул свои сверхскиллы и телепортнулся в некую деревню. Хм, видимо, туда нам и надо. А еще понимаем, что тайным покровителем Саламандр была принцесса Ада. Кстати, на выходе из этого ужасного места нас встречает принцесса с явной целью убить, дабы мы не выдали ее. Надо мне было знать, что ты поймешь, откуда поддельные печати ошибалась в тебе. Ты не просто убийца монстров. Мои таланты видны при близком знакомстве. Есть шанс, что ты еще не знаешь всего? Увы, я знаю, ты хотела захватить власть, пока нет отца. И я знаю, что твои союзники Саламандры. Я планы не меняла. Я тебя приговариваю к смерти и казнять тебя немедленно. Ваша выс... А, да. Прости, Геральт. Государственный интерес. Тогда у меня право на последнее желание. Поцелуй меня. Какая наглость. Но это святой обычай. Хорошо. Но все не так ужасно. От смерти нас спасает Трис Миригольд путем телепортации в следующую главу. Телепортировали. Вот дьявол. А на этом все, мои дорогие подписчики, зрители и просто случайные гости. Первый сезон роликов про Геральта из Ривии закончен. Что будет дальше, вы узнаете в следующем сезоне, который будет скоро. А может и не скоро? Кто знает? По крайней мере, я рад, что многим из вас зашла история сюжетная об этом замечательном герое, который не идеален. Он не рыцарь на белом коне и неблагородный муж. Он просто сумасбродный алкаш, который пытается выйти сухим из всех этих интриг, куда его затягивает эта жизнь и некоторые не очень хорошие персонажи. Знаете, это еще не конец. В любом случае, сейчас мне нужно отдохнуть, но не лежа на пляже, а делай видосики только уже по совсем другим играм. До скорых встреч, мои дорогие друзья. Пока!